Кали, Колумбия Это Амазонка. Амазонка Колумбийская, Бразильская и Перуанская. Место, где расположены лаборатории, в которых производится кокаин. Марси и Рэнди Макмиллан – опытные служители церкви, которые живут в Кали более 20 лет. Как минимум 10 лет было прожито ими под знаком бесславного террора местных наркобаронов. Они видели последствия опустошающего и безжалостного правления картеля. Они видели это прямо за стеной своего дома. Когда в 80-е грязные деньги наркобизнеса наполнили Кали, наркобароны поселились рядом с Макмилланами, скупая целые кварталы и роскошные гасиенды. Рэнди, вон там справа просто невероятно. Стены метров 6-7. Кто там жил? Семья Хуркуэла Родригес, бывшие хозяева картеля Кали. Во времена их фактического контроля над страной и кокаином, и экспортом, оборот составлял, по слухам, около 500 миллионов долларов в месяц. И каждый месяц без особого напряжения. Тогда, я думаю, охрана и стены для них были всем. Это был страх. Аранойя. Многие годы Колумбия была крупнейшим экспортером кокаина в США и страны Европы. Отдел по борьбе с наркотиками США назвал картель Кали крупнейшей, богатейшей и наиболее организованной преступной организацией в истории. Имея в своем распоряжении миллиарды долларов, картель обладал властью практически неограниченной, особенно здесь, в Кали. Они контролировали социально-экономическое положение страны, ее политику и даже религиозные организации. Это было ужасно. В те времена Кали был одним из самых оживленных путей оборота наркотиков. Люди гибли не за грош. Если вы ехали в машине и попадали в разборки, остаться в живых можно было только чудом. Люди жили в постоянном страхе. Я лично видел, как в Кали были убиты пять человек. Многие журналисты поплатили жизнью за публикацию материалов о деятельности колумбийской мафии. Решения политически важные для страны принимались за грязные деньги наркобизнеса. Наркобизнес влиял на все. Абсолютно на все. Видите, это только одно из 1200 имений, которыми они владели в Кали. Деятельством великих перемен в Кали может быть хотя бы то, что теперь можно спокойно ходить по улицам, где прежде господствовал страх. С чего же все началось? Как и в других случаях преображения общества, все началось с посвященных сердец мужчин и женщин, имевших уши, слышать, что говорит Бог. Бог велел нам ехать в Кали. Руфь Руйбал со своим мужем Хулио приехали в Кали в 1978 году. Они были встревожены обстановкой в городе. Однако Хулио был убежден, что Божий народ, объединившись в молитве, сумеет повергнуть врага. Препятствие было только одно – никто не хотел этим заниматься. Среди церквей не было настоящего единства. Вы решаете что-то предпринять, а вам говорят, пусть себя Бог благословит, брат, в твоей церкви. Но это моя церковь, и тут я решаю. Союз пасторов существовал только на бумаге. Каждый пастор работал в одиночку. Никто не хотел объединяться. После этого Хулио вышел из союза пасторов. Но затем он понял, что сам способствовал этой конфронтации. Он услышал, как Бог обратился к нему. Ты не имеешь права обижаться. Ты должен прощать. Хулио понял, что если он хочет быть похожим на Иисуса, он не должен обижаться. Хулио вернулся к пасторам и попросил у них прощения. Они больше не могли идти по пути раздора. Не могли перед лицом угрозы, нависшей над их городом. Мы задумались, а можем ли мы вообще на что-то надеяться. С картелем Кали боролись разные международные организации и колумбийские власти, но они так ничего и не добились. Тогда мы стали молиться и просили Господа, чтобы Он показал нам, как начать эту духовную битву. И Бог показал нам духовное состояние нашего города. Чтобы получить полное представление о своем городе, местные церкви начали изучать духовное состояние окрестностей. Первым делом Рэнди дал нам план города с административным делением на районы, микрорайоны и кварталы. Члены церкви объединились в группы по месту проживания. Люди, живущие в разных районах, рассказывали нам о проблемах, постоянно досаждающих жителям. Одним из тревожных открытий стало то, что город глубоко погряз в оккультизме. Даже крупнейшие наркобароны были постоянными клиентами медиумов и гадалок. Оккультизм был у них в крови. Многие духовные лица также имели к этому отношение. И это давало наркобаронам дополнительную власть сверх той, которую они уже имели благодаря деньгам. Когда церковь начала молиться против конкретных твердынь, давлевших над городом, пасторы Кали поняли, что люди должны собраться вместе и объединиться в молитве и поклонении. Именно этого желает Бог. Вначале раздавалось, ничего не выйдет, люди могут не прийти. Многие даже противились, но нашлись те, кто отважился взяться за дело, усмотрев в этом Божью волю. В 95-м состоялась первая всеночная молитва. Они молились против духовных сил и влияний, молились за единство, веря, что Бог явит свою силу в церквях. Мэр города вышел к кафедре и молился с Акали. Акали принадлежит Иисусу Христу. Услышав такие слова от представителя городских властей, христиане убедились в том, что Господь благословил их. Спустя два дня на первых страницах газет появились заголовки «Нет убийствам». Впервые за последнее десятилетие выходные в Кали прошли без единого убийства. Это был действительно поразительный факт, учитывая то, что раньше в городе происходило до 15 убийств в день. После таких молитвенных бдений, совместных молитв, мы увидели результаты. А десять дней спустя первый из наркобаронов пал. Бог начал преображать город. Вдохновленные духовным прорывом, начатым той самой всенощной молитвой, церковные лидеры решили арендовать самое крупное строение города – футбольный стадион Паскаль Геррера вместимостью 55 тысяч мест. Их вера была вознаграждена, когда на очередное собрание для молитвы и поклонения пришли более 60 тысяч верующих разных динаминаций. Летом 1995 года правительство Колумбии объявило войну наркомафии. 6500 бойцов десантно-диверсионных войск были направлены в Кали, чтобы устроить облаву на лидеров картеля. В городе было семь наркобаронов. Шесть из них пали на протяжении девяти месяцев наших совместных молитв. Вся духовная атмосфера города Кали изменилась. Пока Хулио Руйбал трудился на Неве Божьей, опасность пришла в его собственный двор. Его сосед из-за спора о праве на собственность угрожал убить Хулио. Кулио сказал, «Я буду молиться и поститься, пока не узнаю, что происходит». Он постился, и на третий день Бог сказал ему, «Он нанесет тебе тяжелый удар, но это станет началом пробуждения в Кали. Я хочу сказать вам, то, чем мы занимаемся, опасно для жизни». Он встречался с ассоциацией пасторов. Я ждал его с другими пасторами в два часа дня. Он сказал, чтобы мы его высадили. Шофер все говорил, «Давай я подвезу тебя к самому дому и подожду с тобой». Папа сказал, «Останови здесь, я пойду пешку». Он вышел и направился к церкви. Его поджидали два человека. Тогда я видела его в последний раз. Мне позвонили и сказали, «Хулио только что убили». А я сказал, «Разве пастора могут убить?» Я пошел туда, полагая, что он только ранен. Но добравшись до места происшествия, я увидел, что он лежит на боку, как младенец. Хулио такой шумный, такой подвижный, такой непоседой, вдруг лежит, как младенец. Когда они позвонили мне, я сначала была в шоке, не верила, что это произошло. Но когда я приехала туда, его тело все еще лежало на улице. Под головой была целая лужа крови. Внезапно я вспомнила стихи с Писания, драгоценного очах Божьих смерть святых его. И когда я подошла и села возле его тела, я поняла, что сижу на святой земле. Я сказала, «Господи, Ты сам знаешь, что происходит в наших сердцах. Но я говорю Тебе, что в моей душе мир. Ты этого хотел, и поэтому в моей душе мир». В состоянии шока, пытаясь понять Божьи цели, сотни христиан собрались на похоронах Хулио. Среди них были многие пасторы, ранее не желавшие даже говорить друг с другом. Все пасторы вышли вперед, обнялись, и мы заключили завет единства, провозгласив, что мы не позволим ничему стать преградой между нами. На сегодняшний день этот завет объединил около 200 пасторов. Он стал прочной опорой для проведения всеночных молитв. Город совершенно преобразился. Значительно снизился рост коррупции. Кокаиновая империя пошатнулась. Сюда для всеночной молитвы приходят до 60 тысяч человек. Приходят, чтобы молить Бога о продолжении чудесных преобразований, которые начались три года назад. В то время, как тысячи ревностных поклонников молятся внутри стадиона, охране приходится отказывать еще 15 тысячам пришедших на молитву. Без колебаний опоздавшие организуют многочасовой обход вокруг стадиона, воспевая песни хвалы. То, что вы видите сегодня на стадионе, настоящее чудо. Вы знаете, несколько лет назад мы не могли и мечтать о том, что евангельские христиане будут здесь собираться. Но Бог поднимает Свою церковь, и во имя Иисуса мы будем служить Его цели. Вот что происходит сегодня в Колумбии. Пасторам и верующим в Соединенных Штатах, Европе, да и по всему миру стоит увидеть, что Бог делает здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Царство Божие снизошло на Кали, многие известные граждане обратились к Иисусу Христу. Рафаэль Арохо Гамес, один из ведущих спортивных комментаторов. Многие годы он вел трансляции матчей с этого стадиона. Я пришел сюда, потому что полгода назад уверовал в Христа как своего спасителя. С тех пор я поклоняюсь Ему и славлю Его. Можно ли сравнить восторг царящий на футбольном матче с восторгом молящихся? Какие сравнения? На футболе люди просто орут и свистят. А здесь ты всем сердцем переживаешь радость. Что вы чувствовали в эти полгода? Все изменилось. Я изменился. Я много радуюсь. У меня совершенно новая жизнь. Марио Хинете, известный адвокат и оратор, чьи радиопрограммы слушает вся Латинская Америка. После попыток найти мир в самосовершенствовании и течениях Нью Эйдж, он наконец пришел ко Христу. В моем сердце поселился мир. Я верю, что вырасту духовно, найду в Библии ответ на все свои вопросы. И пусть я чувствую, что 41 год жизни потрачен впустую, у Бога есть тот высший смысл, который Он вложил в мою нынешнюю жизнь. Новой страстью Марио стало изучение Слова Божьего и проповедь через средства массовой информации. Я уже понимаю, что Бог говорит, «Надо не так, как ты хочешь, а так, как я хочу». Так, Господь, пусть будет по-твоему. Прими меня. Я хочу служить Тебе. Неспасенные люди вдруг приходят к такой мысли, «Стоп, чего мы достигли? Куда мы идем? Есть ли какая-то надежда? Здесь коррупция, там взятки, везде тупик». Потом они восклицают, «Но должен же быть ответ, должен быть какой-то выход». Потом появляется церковь, которая говорит, «Вот ответ, выход есть!» И люди находят Бога. Даже городские власти признают действенность Евангелия. Государственные чиновники сказали председать Лед Ассоциации пасторов, «Послушайте, нам в администрации нужны больше таких ребят, как вы. Нам нужны такие честные люди, как вы». Мэр сказал, «Я не могу требовать от вас плату за аренду стадиона. Это вы приносите благословение городу». Теперь они смотрят на церковь, как на позитивный фактор. Когда поместные церкви предложили духовную альтернативу традиционному десятидневному карнавалу, который обычно сопровождался пьяным дебоширством, городские власти дали свое согласие. Более того, они бесплатно предоставили велотрек вместимостью 22 тысячи человек, оплатили рекламу, аренду звуковой аппаратуры и охрану. Новое, искреннее отношение к Евангелию теперь влияет на все уровни общественной жизни. Сейчас никто не примет за чудачество ежедневное общение с Богом. Люди из высших слоев понимают, что Иисус нужен им. Они больше не считают это смешным. А ведь раньше они позволяли себе шутить над верой в Бога. Такие разговоры считались дурным тоном. Сегодня ты можешь говорить о Боге, и это будут уважать и с интересом слушать. Город переживает активный рост церквей, независимо от их динаминационной принадлежности. Спросите пасторов о их стратегии, и вам ответят, у нас нет времени что-либо планировать, мы слишком заняты своим приходом. Количество людей, идущих в церкви, растет. Одно из них посещают уже больше 35 тысяч человек. Все поместиться не могут, так что по воскресеньям у нас 7 служений. Одно в 7 утра, другое в 9, потом в 11, в час, в 3, в 5 и в 7 вечера. Такое пробуждение подобно взрыву, особенно в этой церкви. А в других церквях города происходит то же самое? В других тоже. Практически каждый приход в Кали растет. Люди везде чувствуют голод по Богу. Это можно увидеть в автобусе, на улице. Поговорите с любым. Лидеры церкви считают, что этот духовный голод – прямое следствие их единства и усиленной молитвы. И этот процесс сопровождается покаянием и примирением, сметающим все преграды для проповеди Евангелия. Я верю, что сегодня церковь как никогда едина. Людей не просто объединяют общие проблемы. Это сам Бог производит в городе свое действие. Замечательный факт, что Бог избрал Кали, город, которым правили грязные деньги, наркомафия, коррупция. Это был, возможно, самый неприглядный город в мире. Однако Бог избрал именно его. Я верю, Господь совершил это, чтобы показать всему миру, городским властям всего мира, что Он может преобразить любое общество, если общество принесет Ему свое покаяние. То пробуждение, о котором пророчествовал Хулио Руйбалл, началось. Его семья почитает за честь то, что им довелось принять участие в деле межцерковного единения и как результат в судьбах множества людей с радостью, приходящих ко Христу. Мы понимаем, что Бог доверил нам величайшее дело, за которое можно отдать жизнь, стать мучеником ради Иисуса. Мы понимаем, что Он возложил на нас эту большую ответственность для того, чтобы Его имя прославилось. Мы знали, что Бог делает нечто грандиозное. Папина смерть вдохновила нас продолжить Его дело, отдать, если придется, свою жизнь за Господа, жить для Него. А это иногда труднее, чем умереть. Такое ощущение, что видение Вашего Отца продолжает открываться через Вас? Да, оно живет в нас. Хулио любил повторять, «Я бессмертен, пока не совершу все, что Бог мне доверил». И если бы Вы могли спросить Его сейчас, «Хулио стоило ли?» Он бы сказал «да», потому что Его сердце было полностью посвящено этому делу. Если Вы думаете о чем-либо, что это невозможно с точки зрения человека, абсолютно невозможно, то Я свидетельствую Вам пред Богом, что для Бога нет ничего невозможного. Для Него нет ничего несуществимого. Я верю, Бог творит нечто новое. Не только в Кали, не только в Колумбии, но и во всем мире. И если Церкви предстоит в ближайшие годы идти в этом направлении, я хотел бы быть частью этого плана.